Добрый день, друзья! Это «Диктатура закона». Меня зовут Рахим Галиев Жасулан, я судебный юрист. Сегодня мы снимаем очередной обзор о нарушениях закона. И сегодняшняя тема посвящена деятельности коллекторских агентств. Но все вопросы мы сегодня обсудить не сможем. И хотим лишь рассказать, как были нарушены права одной из наших клиенток, Самойлюк Натальи Владимировны. И как мы смогли разрешить этот спор, не доводя дело до суда. Называть наименование коллекторского агентства мы не будем. Да, это и не имеет сейчас никакого значения. Ну и руководство этого агентства попросило у нас извинения. А мы люди порядочные. Итак, вернемся к сути. Наталья в 2013 году получила кредит в банке. По каким-то обстоятельствам она не смогла его оплатить. И банк начал в свою очередь досудебное взыскание с передачей данной задолженности коллекторскому агентству. Еще вчера Наталья получила уведомление о том, что ей необходимо выплатить задолженность в размере 1 миллиона 693 тысяч тенге. Однако по подсчетам самой Натальи сумма задолженности составляла порядка 1 миллиона тенге. Таким образом, разница между фактической задолженностью и задолженностью, которую ей предъявило коллекторское агентство, составляла порядка 600 тысяч тенге. Пересматривать сумму задолженности коллекторское агентство не захотело даже после нашего к ним обращения. Будучи несогласны с суммой задолженности и будучи уверены в том, что права Натальи нарушены, мы обратились в регулирующий орган Национальный банк Республики Казахстан. Исходя из их ответа, то со стороны банка и со стороны коллекторского агентства были допущены нарушения требований закона. В связи с чем они поясняют, что центральным филиалом будет рассмотрен вопрос о применении ограничительных мер воздействия в отношении банка и коллекторского агентства. И также они указывают, что по информации, представленной банком по состоянию на 25 июля 2018 года, задолженность по займу Самойлюк Натальи Владимировны составляет всего 534 тысячи 730 тенге 88 тенг. Поэтому, друзья, что хотелось бы сказать в конце. Даже если у вас имеется какая-то задолженность или вы испытываете какой-то другой дискомфорт, вызван наличием какой-либо проверки, это не является поводом для того, чтобы кто-то нарушал ваши права. Закон един для всех. Для меня, для вас и для суда. Поэтому помните, что правовое государство начинается с вас. Подписывайтесь на этот канал, не забывайте при этом написать свои комментарии, и мы будем видеться чаще. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова